Привет! В этом видео я, Хайман, проведу 24 часа в самом крупнейшем образовательном центре по подготовке квалифицированных рабочих кадров Алабуга Политех. Прочувствую жизнь студентов в самом современном колледже вместе с другом и пойму, насколько там комфортно обучаться. Вот с этого звука начинается мой студенческий день. Когда я поступал в университет, пусть я два месяца меня отчислили, но потому что там было неинтересно. Ребята, но проведя день в Алабуге, я думаю, что мое восприятие к обучению максимально изменится. Первую задачу, которую мне с утра надо решить, это, собственно, слезть с моей гигантской кровати. Это сделать очень просто. Ребята, заметьте, что это реальный студенческий хостел. Снизу на моей половине располагаются мои личные вещи. Если ты узнал это оружие и откуда, она обязательно напиши это в комментариях. Слева же располагается мой сосед. Привет. И сегодня я вместе с ним буду проходить от нуля до конца, понемногу, по каждому уроку. Ну что, готов? Иди умывайся. А что ты командуешь? Ты же не учитель, ты такой же человек, как я. У каждого студента есть вот такая вот форма. Как-никак стиль должен быть везде. И вот такая вот кепочка. Про кепочку шучу, если что. Самое прикольное, то, что в этом хостеле запрещают бардачить. Согласитесь, никому не нравится, когда на какой-либо территории располагается свалка, мусорка, бардак. И это же вообще все некрасиво и некультурно. А чтобы вы знали, насколько хорошо я убрал комнату как студент, мы сейчас проверим это на салфетке. Чисто. Чистейшая салфетка. Как студент, я обязан всегда соблюдать чистоту. Кухня здесь реально как будто я арендую какую-либо квартиру. Зачетная. Дим, у нас есть 30 минут для того, чтобы попить чаю и отправиться на обучение. Обучение у нас начинается ровно в 8.00. На мой взгляд, это самый лучший хостел, который я видел в жизни. Комнаты огромные, их две. Большая кухня. Здесь места больше, чем в большинстве квартир. И все это за недорого. Если вы видели хостел лучше этого хостела, напишите в комментариях. Просто ради моего интереса. Пока что это действительно самый крутой хостел. Не просто так сюда ехали. Кстати, хостел стоил всего 500 рублей. Где? В месяц. В теории мы заплатили всего 16 рублей, чтобы снять ролик в этом хостеле. 16 рублей в день, ё-моё. У каждого хостела, как вы знаете, есть минусы. Как вы думаете, как выглядит туалет за этой дверью? Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3. Не угадали. Он выглядит вот так вот. А погнали в другой туалет. Вот так вот. Это круто, чтобы вы понимали. Минусов в хостеле нет. Блин, классно. Плитка, как вот в дорогом отеле. Меня очень удивляет то, что мы сейчас находимся в подъезде. А знаешь, что меня еще больше удивляет? Не знаю. То, что мы идем по лаве. Опа. Ух, как тут жарко. Реально, это идеально голубой цвет в подъезде. Очень приятный к восприятию. Очень легко кинуться. Мне, как монтажера, это very good. Три. Три минуты понадобилось для того, чтобы от хостела дойти до места, где я буду обучаться. Допустим, я от хостела досюда пришел зимой. У меня же была бы куртка. Ну правильно, да. И куда я мог бы ее деть? Как ты думаешь? Вот сюда, конечно же. Ты что, думаешь, в эту дверь что-то влезет? Конечно. Смотрим вот сюда. Добро пожаловать. И дверь открывается. Только из-за того, что система меня узнала. Ну и чисто теоретически, если бы это все действие было бы зимой, я бы снял курточку. Натянул бы ее на вешалку. И повесил курточку обратно. Все. Слышал? Механизм пошел. Моя курточка отъехала. Чтобы другие посетители сюда вешали свои курточки. Но если я хочу забрать свою курточку обратно, я также подхожу к системе. Добро пожаловать. Она меня узнает и мою курточку возвращает обратно. И я снова в курточке. Как-то так это работает. Как и в обычном колледже, политехе, здесь есть турникет, который мешает мне пройти до места обучения. Но я тупо не могу пройти, видишь? Ну да. Для этого есть специальное устройство. Погоди-ка. Где-то ключик здесь и был. Вот. Сейчас, подожди. Какой-то из этих ключей открывает турникет. Точно. Никакой. Здесь достаточно просто показать свое лицо. И турникет откроется. Вот так вот я и прошел. Буду обучаться. А зачем показывать? Лицо зачем показывать? Можно же, смотри, просто пройти. Можно просто пройти. Ну-ка. Давайте просто пройдем. Так, а что если пробежать? Не получается. Ну, просто проходить можно. Так как мы проводим 24 часа в самом современном политехе, нам требуется учитель. Далия. Всем привет. Меня зовут Дания. И я сегодня вам расскажу про каждое направление в Алабуга Политех. Это самый мощный, крупнейший образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров в России. Самый технологичный, самый современный, самый крутой политех в России. Пойдемте, наверное, в первую аудиторию. Это робототехник. Обучение в Алабуга Политех ведется по 8 самым востребованным направлениям. Промышленная робототехника, СУТП, электромонтаж, лабораторный химанализ, бимпроектирование, микроэлектроника. Но самое интересное, это еще и программирование в Python и бизнес-информатику в 1С. Это промышленная робототехника. Здесь роботы маленького размера. Это просто имитация реального производства. Потому что точно такие же роботы стоят на заводах, только в 10-кратном размере. И здесь ребята учатся его программировать, обслуживать. И, по сути, здесь, например, сейчас собираются детальки из пластика. А в реальной жизни эти роботы собирают большие автомобили, забирая кузовные части. Я так понимаю, вот эта вот мини-версия, а на заводе стоит точно такая же, только в тысячу раз больше. Да. Прямо сейчас Дания проведет нам урок, как управлять этой рукой. Мы напишем код, и мы должны собрать мини-камазик вот благодаря этой руке Куки. Это промышленный контроллер. С помощью него мы можем программировать робота, вносить изменения, обслуживать. И здесь, собственно, сама ячейка, где находится робот и случается магия. Вы точно поняли, как это делается? Нет. Ну, попробуем, реально. Давай. Так. Из урока я понял, что вот благодаря этой штуке можно написать код, который позволит управлять роботом Кука. Засовываем руку, как змея, вот так вот. Благодаря такой хватке этот планшет можно держать, как ты сам хочешь. Удобно, короче. Создали новый документ, и получается, сейчас попробуем написать код, которому нас обучили. Так, собственно, начинаем. В принципе, я готов показать результат, что у меня будет. Давай, дерзай. Вот сейчас здесь надо нажать на кнопку и запустить весь процесс. О, пошла. Я как бы не торопился, когда писал код, но сами понимаете, впервые это... Получилось. Давай. Давай. Ну. Так. Это кузов от КамАЗа. Отлично. А ты уверен, что это так должно работать? Ну, все, все, классно. Он, конечно, поехал. Поехал, да, и взял. Давай попробуем собрать грузовик полностью. Ну, давайте теперь попробую я. Готовы видеть результат? Да. Ну, готовы, да. Ну, тогда поехали. Хм. А что это ты с рамы начал? Надо грузовик же. А слабо было с кузова? Да, слабо. И типа все? А ему стоит еще немножечко подучиться. Понятное дело, Дима обучался, я не обучался, я впервые вот это вот все сделал. Вот чисто ради интереса хочу узнать у студента, чему он научился за один год обучения. Привет. Здорово. Интересный вопрос такой хотел бы задать. Чему ты здесь обучился? Я обучился здесь программировать роботов, я научился их обслуживать и делать все различные операции с ними. И самое главное, чему я научился, это собирать ламбу и открывать банку шпрот при помощи вот этого робота. При помощи этого робота можешь открыть банку шпрот. Спокойно вообще. На изи. Да. А как ты вообще здесь оказался? Я поступил сюда, потому что мне нужно было найти вариант обучения в моем городе, и чтобы это было связано с робототехникой. А я здесь просто на 24 часа, если что. Вот, все, просто обучаюсь. Ладно, спасибо за ответы. Пожалуйста. Давай, пока. Мы находимся в лаборатории химического анализа. Возьмите халаты на складе. Выбор халаты, конечно, дело ответственное, потому что чем плотнее тканью халата, тем меньше я поврежу свою кожу в случае неудач. О, цифра 1. Возьму его. Кого-то ты мне напоминаешь. Кого? Не могу вспомнить кого. Рика из Рика и Борти. Точно. У меня циферка 2. Ты тоже на кого-то напоминаешь? Дока Брауна из «Назад в будущее». Точно, это он самый. Сейчас мы находимся в лаборатории химического анализа. Здесь ребята учатся, как чистить сточные воды, потому что в дальнейшем они работают на важнейшем инженерном объекте. Это район очистных сооружений, куда идут все промышленные бытовые истоки. Ребята знают полностью весь химический и технологический процесс и пользуются всем оборудованием современным, которое у нас аналогично установлено на заводах резидентов. Если я куплю яблоки в магазине, я смогу благодаря химическим элементам его почистить? Да. А я смогу сделать импортозамещение колы? Конечно сможешь, если поступишь в Алабу Гополите. У нас сейчас будет урок по очищению воды. Но обычно мы это показываем детям, но покажем вам. Чтобы вы понимали, мы попросили опыт, который будет визуально в кадре отличаться от того, что было до и после. Но сначала безопасность. Безопасность. Делайте все в кайф, у вас все получится, а я рядом и слежу за вами. Берем с вами марганцовочку, теперь добавляем половинку уксуса. Ну прикольно, они смешались. Теперь мы перемешиваем и добавляем перекись водорода, половинку. И... Что происходит? Ох ты. Она очистилась. Вы только что очистили воду, которая была загрязнена марганцовкой. Да, это магия. А пить можно? Ну попробуй. Но лучше нет. А теперь повторяем для этого урока то же самое? Да, ребята, урок химии. Я запомнил, Дима не знаю. Я запомнил, у меня по химии была, конечно, четверка в школе, но сейчас посмотрим. Всего лишь три пробирки, и как бы очень сложно это не запомнить. Ну, чтобы очистить нам воду грязную марганцованную, вот эту вот черную, сперва эту же самую воду наливаем. Потом наливаем вот эту вот жидкость непонятной консистенции. Как мне помнится, перемешиваем. Ребята, показывайте, такие опыты своим родителям, они максимально безопасны. Ну и на финалочку добавляем перекись. А так не должно быть. Подождите, я что-то не понял. Ну, у меня вода не похожа на ту, которую можно пить. Я думаю, ты сделал пену для ванн. Где я накосячил? Ты накосячил во второй пробирке, но заметил, что я тебе дала возможность ошибиться. Потому что здесь, в Алла-Бугополитех, мы даем возможность учиться на ошибках нашим студентам и не ругаем их за это. Потому что именно так классно запоминается информация, и мы им наоборот потом рассказываем и объясняем в дружеской манере. Ну что ж, теперь я попробую. Марганцовка. Потом берем. Я забыл, как эта штука называется. Ну ладно, попробуем. Половину, да? Мешаем. Хочешь прикол покажу? Пока не забыл. Чистый. Молодец. Ну и добавляем последний ингредиент. Ума! Мне показалось, что тип по лесу попал. Я сам не понял, что произошло, и как вот это вообще в принципе произошло, я не понимаю. А вот на это что скажете? Это тоже ругать не будете? Шок, контент, он не этот. Он что неправильно сделал? Я вообще не понимаю. Всего три пробирки, три разных эксперимента. К сожалению, на этом уроке мы воду не почистили, чтобы ее попить. Ой, это не конец? Да. Что, может следующий урок какой-то поинтереснее? Да, пойдем. Знаете, это человек, который здесь учится, и вот это все моет, прибирает. Осталось после смены. Незабываемые ощущения будут. Еще и с пенкой. А ты представь себе в жакузи, вот у тебя бурлит, а вот пена. Гайское наслаждение. Знаешь, что интересно? Тут же деньги платят, получается, за обучение. Сколько получаешь ты? Месяц, вот первый курс нам платит 15 тысяч. Каждый месяц. Я уже, получается, закончила первый курс, перехожу на второй, меня перевели на ЗРП. И моя зарплата теперь составляет 50 тысяч. То есть она уже составляет или будет составлять? После этого месяца будет составлять. С сентября. Да. Шикарно. А ты откуда? Кабардино, Балкарская республика. Имея такую зарплату, я больше не завишу от родителей и могу себя обеспечить сама. И здесь не пыльно. А сейчас мы с вами находимся в спортивном зале. Здесь проводятся командно-лидерские турниры. У нас очень развита корпоративная культура. Мы постоянно играем в бенди, в водное поло, в баскетбол, в волейбол. Так что давайте чуть-чуть разомнемся. Водное поло прямо здесь? Не здесь. В коттеджном поселке у нас есть свой пруд. Студенты могут туда прийти? Да, конечно. А мы студенты и мы можем сейчас туда прийти? Да. Шикарно, но мы не пойдем. Да, очень далеко. Сейчас у нас физкультура, так получается, по-школьному. Я предлагаю Диме сыграть на мощный щелбан. Кто проиграет его получше? Задача такая. Мы кидаем баскетбольный мяч в баскетбольное кольцо. И делаем шаг назад каждый раз, когда попадает. Кто хотя бы раз не попадет в кольцо, тот получает мощнейший щелбан. Хорошо, давай попробуем. Я начинаю первую с этой линии. Теперь ты. Ладно, я следующий. Окей, ладно, я это учитываю. Делаем шаг назад. Такого расстояния не слабо. Ну ладно. Я не знаю, почему, но я думал, два раза подряд это нереально попасть. Окей. Делаем еще шаг назад. Да как у тебя так залетает, я не понимаю. Да слушай, фиг знает, как это само получилось. На самом деле, я думал, Дима даже не докинет. Ну и жесткая заруба идет. Давай, жесткая заруба. Вот так вот будет. Еще немного, и мы дойдем до окна. Я не знаю, Дима, как мы будем дальше решать, если ты прямо сейчас попадешь. Каким-то чисто случайным образом. Да слушай, я боюсь, могу сейчас промахнуться, мне очень жарко. Давай попробуем. Ты реально боишься промахнуться? Мне очень жарко, да. Вот после того, сколько раз ты попал. Я не уверен, что ты умеешь промахиваться. Ну ты смотри, как далеко здесь. Далеко, да. Ну давай попробуем. Попробуй. Ну что, видимо ничья? Ничья. Каждый бьет себе по щелбану. Ну точнее, сопернику. Ау. Блин, вот это физкультура, нормально. Ну косточки главное размять же, да, было? Ой, блин, синячище будет. Ох, нифига, ну куда обратно лезет в голову. Ох уж этот монтаж. Дим, ну ты проказник, конечно. Мне кажется, ты играл нечестно. А как докажешь? Я согласен. Вот, я свидетель, он реально играл нечестно. У меня такое ощущение, что он, это, как-то, я не знаю, тренировался. Это мой секрет. Расскажешь секрет? Ну, как-нибудь расскажу, может быть. А у меня не хочется спросить секрета, я же тоже попадал в рейк. Ну ладно, расскажи. А это, это секрет, вот. Сейчас мы находимся в лаборатории электромонтажа. Вот представь, вы построили дом, и вам нужно провести полностью электричество. Я найму электриков. Ты наймешь студента первого курса, а лабуга политех, потому что они здесь умеют делать абсолютно все. Кто-то делает так, а кто-то учится. Это схема, смотрите, здесь у вас должна быть лампа, здесь должно быть соединение. А вот, чтобы мне было светлее, я могу побольше лампочек нарисовать? Получается, вот здесь вот я могу впиндюрить еще одну лампочку. Она будет гореть в полсилы, но ты можешь попробовать. Ага, а если я еще одну впиндюрю, она, получается, еще в полсилы будет? Да, дели на три. А сколько мне надо лампочек, чтобы они перестали гореть? Вот интересный такой вопрос. А ты попробуй. Так я вот, уже пятую нарисовал. Когда она перестанет гореть? Когда у тебя здесь перестанет лампочкой на головой гореть. Ну, видимо, уже потухла, ребят. Лампочка. Клемник. Лампочка. Клемник. Лампочка. Клемник. Лампочка. Клемник. И лампочка. Дружеская ничья. Ничего это такое, у тебя же это даже не сработает. Сработает, с чего вдруг? Да не сработает, ты что, угораешь? Спорим. Спорим. Ну, сейчас мы это проверим. Что ты собираешься в бумагу розетку вставлять? Да. Ну, ладно. Что, реально работает? Погоди. Что? Это часть схемы, не трогай. По-моему, ты просто в розетку включил ее. А, так тут и удлинитель есть, как бы. Работает? Работает. Я думаю, можно перестать уже спорить насчет этой схемы, а просто подойти к человеку, который, ну, как минимум, наверное, год уже здесь обучается. Рабочая ли эта схема? Да, я думаю, да. Я же говорил. Давай мне еще назад. Ты вот моментально за секунду посмотрел на эту картинку и понял, что она рабочая. На что ты еще способен? Ну, я могу прийти в любой дом и сделать там электрику. Могу прийти на любой завод и обеспечить его электричеством. Давай, допустим, я знаю одну заброшку. Смог бы ты в заброшенном здании провести полностью, вот прямо с нуля электричество? Конечно. Этому ты обучился здесь? Да. Слушай, а что ты вообще получил, поступив сюда? В первую очередь, я получил свое жилье. Я живу отдельно от родителей. Во вторую очередь, я работаю и получаю свою зарплату. В третью очередь, я получаю опыт работы и также учусь. И меня обучает лучший специалист экономической зоны. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Теперь мы пришли в высоковольтный полигон. Здесь находятся распределительные ячейки. Точно такие же аналогичные стоят как в особой экономической зоне. И здесь имитация поражением электрической дугой. Они надевают на себя вибробраслеты. И если они делают что-то неправильно, издается сигнал и соответствующая вибрация. Если в реальной жизни их могло ударить током, и они могли погибнуть, то здесь их просто сообщают вибрации и звук. А это 100% безопасно? Это 100% безопасно. Это браслет, который тебе сообщит, если ты сделаешь что-то неправильно. То есть метод, можно что-то начать делать, да? Подожди. Ты запомнил все, что я тебе говорила до этого, объясняла? Нет. Ну, методом проб и ошибок тогда? Давай не ссы, давай, давай. Ну, видимо, да. А что это такое? А почему она уже орала? Почему это вибрирует? Это ссыкло. Ё-моё. Так дернулся, как будто испугался. А что надо сделать-то? Давай сделаем. А давайте вам прямо сейчас наш первокурсник и расскажет, как надо правильно. Что надо сделать, чтобы тебя током не убило? Нужно сначала отключить электрическую установку, а потом уже висеть туда внутрь. Вот тут специальная кнопочка есть. Отключить. Нажимаем отключить. Там прямо так и написано. Кстати, да. Отключить. Страшно, как будто выстрел был. Что, ни в кого не попало? Нормально все. Мы хотим включить заземление, чтобы точно безопасно было. Готово. Слушай, а скажи честно, вот то, что я сейчас на себя напелял, насколько это безопасно? 100% безопасно. Тогда и нафиг это заземление правильно, ребята? Ну, это не так безопасно, как не подходить просто к ним. Слушай, да, еще и безопаснее не подходить, да? Это просто гениальная мысль. Знаешь, что самое забавное, то, что вот эти столбы ты явно в своей жизни хотя бы раз, да и видел. Прямо сейчас Булат согласился показать нам, как они включаются. Так, чисто ради того, чтобы погасить интерес. Вот если вы выполните эти махинации, вы можете отключить свет во всем городе. Давай, показывай. Не, реально, ты же сейчас с нулевыми знаниями сюда пришел? Да. Я пришел после этого класса, и меня всему обучили. Видите, тут соединено все. Я отключаю. А ток, получается, через что проходил? Вот он сверху пришел. Ага. Вниз и через предупредитель. Ага, получается, вот эта штука отсоединяется, и все ток больше не идет из-за этого. Понял, прикольно. То есть, если шумные соседи, можно их так отключить? Ну да. Я запомнил. Ребята, мы сейчас в лаборатории АСУТП. Это автоматизированная система управления. Ребята учатся полностью программировать вот такие ячейки. Это мозги завода. Это то, что может контролировать, например, насосную станцию. Если вдруг происходят какие-то прорывы, трубы где-то прорывают... Канализация самая большая проблема. Да, он показывает ошибку, останавливает поток. Иными словами, вот эта вот махинация нужна для того, чтобы контролировать жидкость в каком-либо баке. Вы не думаете, что это только для жидкости, например. Это вообще в целом мозги завода, которые могут контролировать, например, плавильную печь. На каждом заводе есть такая система управления под любой производство. То есть эта штука еще может тех роботов Кука контролировать, да? Да, да, все верно. Прикольно. А покажешь, как работает? Да, но давайте вам лучше покажет. Это наш студент-первокурсник Никита. Никит, подойди сюда, пожалуйста. Итак, это шкаф управления, наш учебный стенд. Здесь находится ПЛК, программируемый логический контроллер, в котором находится процессор, который хранит и исполняет всю программу. Короче говоря, это реально мозги. Вот как у нас есть в головах извилины, только тут эти извилины в проводах. Смотрите, как их много. Кто вообще это все делал? Это сделал я, чтобы показать вам, как может управлять ПЛК системой. Специально для нас это сделал? Честно? Честно. Это так приятно. Вы сейчас думаете, что мы какую-то там штуку с Алиэкспресса рекламируем? Нет, чувак вот с нуля по проводам собрал вот такой вот аппарат. Ну-ка, вот на скидку сколько там проводов? 200. 201. Да это в принципе и не нужно. Ну теперь 200, да, на самом деле, по-честному. Сами понимаете, то что вот для обычного человека, который в этом не разбирается, это лишь шум в голове, правильно? Можешь благодаря этому устройству сделать хотя бы игру в Марио? Да. Она может быть мозгами Марио, чтобы Марио сам прыгал? Она не позволяет все сделать. Получается прыжок на эту кнопку, стрелять на эту кнопку, а прыгнуться на эту. Мы его реально заставили сделать нам Марио. А если вы хотите, чтобы Марио сам прыгнул, нажмите на эту кнопку. Спасибо, очень полезно. Что, попробуем поиграть? Прыгай. Прыгай. Стреляй. Да я же все вижу, не подсказывай мне. Ох, сур, из-за тебя проиграли. То игра один тогда. Так, и попробуем, чтобы Марио сам прыгал. То, что надо. Здесь учатся создавать цифровые двойники производства. Прикол BIM-моделирования в том, что, например, если случится какая-то чрезвычайная ситуация, они просто смотрят по BIM-модели, где что проходят какие каналы. И вообще вышел закон о том, что при строительстве, если есть государственное финансирование, то необходимо использовать BIM-моделирование. Ну, то есть, я правильно понимаю то, что BIM-моделирование, это создание 3D-модели, и при этом в этой 3D-модели можно задавать теплоемкость, высоту. Толщину стен. Толщину стен, канализации всякие. Понял, и сама программа учитывает, будет ли это надежно или не надежно. Ребята учитывают, будет ли это надежно или не надежно. Прежде чем строить, они делают это на компьютере, и там смотрят все косяки, устраняют их, и потом уже строится идеальный объект. Вот это круто. Кстати, раньше-то как делали? Построили дом, а потом уже исправляют косяки на построенном доме. Сейчас же мы строим дом в компьютере, все косяки вылазят в самом компьютере, и все косяки сразу залатываются в самом компьютере. Я верю. Мы сейчас, получается, будем учиться строить дом. Да. Давай сделаем сначала фундамент. Шикарно, у нас уже имеется пол, ребята. Если пойдет дождик, нам нужна, соответственно, крыша, правильно? Ну да. Кстати, в одном лишь помещении, здесь их таких 4, в одном лишь помещении больше 300 компьютеров. Хорошо, если пойдет дождик, мы уже не промочимся, потому что у нас крыша есть, да? А если будет сквозняк, допустим, надо стенки делать. Стенки. Ну да, надо. Стенки у нас находятся вот в этой кладке. Давай, жмякай. И добавляем последнее окно вот сюда вот, чтобы у нас не совсем коробка получилась темная. Вот, все. Совместно с Димой у нас получилась вот такая моделька дома. В принципе, программа нам сообщает о том, что такой дом получится надежный. И, в принципе, можно такой уже начать строить. Вот это было практически, а сейчас будет теоретически. Мы должны построить из картона точно такой же домик и посмотрим на его прочность. В принципе, программа говорит, что домик получится надежный. Ну, ошибок, да, нет. Итого, у нас получился вот такой вот домик, полностью сделанный из картона. А знаешь еще что в этом домике прикольного, да? Смотри. Свет. Да, мы также в программе установили расположение света и как бы его сюда внедрили. Кстати, домик реально получился очень прочный. Мне кажется, на него даже можно встать. Ты пробуй, а мне вот страшно будет. Ставим на пол и наступай. Ого. Чуть с дома не упал. С крыши дома чуть не упал. Вот что значит классно проработанный дом. Ребят, вот а вы бы смогли сделать дом из картона, который бы выдержал вес человека. Без программ. А мы смогли. Давай, давай, не стесняйся. Давай попробуем. Он реально крепкий. И поднимаем его. Обычный картонный домик. Оставим его на память здесь. Вот ребята, кто придет в Алабугу, в политех, может с ним сфоткаться. Сейчас очень интересно посмотреть работы ребят, которые они здесь сделали. Если мы сделали вот такой вот домик, то я вижу у парня здесь целый особняк построен. Кстати, чем вы занимаетесь, я не понимаю. Мы проектируем жилые здания. Можно посмотреть его, в принципе. Модель достаточно такая плотная. Проработано все до мельчайших деталей. Можно посмотреть расположение кранов, столов, стульев. А для чего такое здание вообще большое строить? Ты как бы собираешься заказчику передавать, чтобы он построил? Сейчас я моделирую это здание для того, чтобы подготовиться к международному строительному чемпионату. В планах выиграть его. А конкурс большой? Сколько там участников, кстати? Конкурс на этот чемпионат небольшой, так как мы эксклюзивный вариант проектировщиков. Таких, как мы в России 150, может быть. Человек. Человек. Поэтому нужно подготовиться идеально, чтобы занять первое место. А девушка тоже к чемпионату готовится? Так точно. Мы работаем в паре. Она создает конструктивные элементы, а я создаю архитектурные. Скажите, честно, нравится здесь? Да, нравится. Тебе дают столько возможностей, как грехами не воспользоваться. Ну, мы в первый курс включились, пожалуйста. Первый курс? Охренеть, первый курс уже умеет делать здание с водопроводом, электроникой, со всеми нюансами и тонкостями. Охренеть, прикольно, да? А теперь программирование в 1С. Все знают про программу 1С. Там ведется полностью учет, бухгалтерский, складской и так далее. И ребята здесь учатся переписывать, внедрять изменения в эту программу. Это очень круто и очень интересно. Бизнес программирование, что ли? Да, это бизнес программирование. Я правильно понимаю, это чисто для бухгалтеров или для людей, которые бизнесом занимаются? Нет, это вообще для всех, кто пользуется программой 1С. Например, мы в Алабуге все без исключения пользуемся 1С, потому что мы заливаем все документы, нам зарплату начисляют через 1С. Это бизнес-симулятор BusinessCats. Это собственная разработка Алабуги. Эта бизнес-симуляция направлена на оценку уровня аналитики, общения и навыков командования. И именно с помощью BusinessCats мы набираем лучших студентов со всей страны. Это очень удобно то, что это можно сделать, не выходя из дома, не приезжая сюда. Благодаря этой игре вы допускаете до обучения людей, которые хотят здесь обучаться. Да, все верно. Мы не смотрим на тестат, мы не смотрим на оценки, мы смотрим только, как ребята сыграют в BusinessCats. И на основе этого принимаем решение о том, придет он к нам или нет. В этой игре есть обучение. Максимально простое, в течение 20 минут его можно пройти. Конечно же, все 20 минут я не буду показывать, но так, пойдемся по поверхности. Получается, вкратце, эта игра, это настоящий бизнес, который происходит в реальной жизни, только настоящее погружено в эту игру с милыми котиками. Мы котиков продаем, котиков лечим, страхуем для них здания, составляем договора и прочие вещи, которые существуют в реальной жизни. Бизнес, деньги, понял? Сейчас моя задача пройти обучение и вторая задача это заработать денег. Покупаю дом. Вроде у меня прет. Так, покупаю еще котов. Цвяк, отлично, вообще хорошо идут продажи. У меня уже прям котов так хорошо покупают. Завершаю сезон. Меня на трех котов обманули, все потерял просто. Что, реально все потерял прям? Да. Минуту назад радовался от того, что ты продал там сколько, 20 котов? Меня на трех котов обманули и все, у меня все потеряно. Это и есть бизнес. Это называется бизнес. Кстати, у меня три кота новых появилось. Самый главный вопрос, сколько ты здесь заработал? Ну, пока что 70 монет, но это только начало. А их можно в реальные деньги вывести? Нет. Так, а на счет ты живешь тогда? Я работаю, закончил первый курс. По итогам первого курса меня поставили младшим руководителем проекта, и теперь я буду получать 60. 60 тысяч рублей. Пройдя первый курс, получает 60 тысяч рублей. И играет в игру про котиков. Тебе денег-то хватает на жизнь? Я полностью не завишу от родителей. Наши 24 часа подошли к концу. Осталось в костел пойти спать. И у нашего учителя есть к вам пару словечек и предложений. Если вы не знаете, куда поступать после 9 класса, то регистрируйтесь на HR-платформе hralabuga.ru и поступайте к нам в Алабуга Политех. Это самый масштабный образовательный колледж в России по подготовке квалифицированных кадров мощностью 10 тысяч человек ежегодно. Самое главное, что самый современный. На данный момент современнее в России нету в колледже. Зарегистрироваться ты можешь по ссылке в описании. Зарегистрироваться можно в любом возрасте. Самое главное, поступить можно только после 9 класса. Все это время ты просто будешь зарегистрированный, будешь ожидать своей очереди. Но в плане, что 9 класс окончил, и можешь идти сюда. И развивай свои предпринимательские навыки здесь. Придешь сюда, выйдешь бизнесменом. Классный Политех. Пошли, Дима, спать вообще. Да, день был очень жесткий. Да, но мне понравилось, честно. Реально, все уроки классные, интересные. А те, которые не интересные, здесь таких нет. Ребята, весь этот ролик снимался в Алабуга Политех. Здесь на самом деле ты почувствуешь себя самостоятельным. И будешь получать стипендию в размере 30 тысяч рублей. Разве это не круто? Взял, ушел после 9 класса не в какой-нибудь старомодный колледж, а сюда. И ты больше не будешь зависеть от родителей. Цель Алабуга Политех подготовить высокотехнологичных предпринимателей, будущих директоров заводов, главных инженеров, начальников цехов. Обучение в Алабуга Политех ведется по 8 востребованным направлениям. Для поступления студентам необходимо пройти ассессмент. Бизнес Кэтс. Это онлайн бизнес симуляция, о которой я ранее говорил в ролике. Кстати, во время обучения всем предоставляется классное жилье за 500 рублей в месяц. Теперь, когда ты окончишь обучение в образовательном центре, у тебя будет иметься за плечами опыт работы от 2 лет. А где я получу опыт работы, если на всем рынке труда действует принцип «Не возьмем на работу, нет опыта». Опыт работы ты получишь в управляющей компании ОЭЗ «Алабуга». Со всеми студентами с первого курса заключается трудовой договор. В ОЭЗ «Алабуга» работает более 9500 человек. Уточняю заранее, обучение здесь бесплатное. И даже наоборот, это вам будут платить от 30 тысяч рублей в месяц за то, что вы здесь обучаетесь.